Всем привет, с вами Вика, и за окном творится полнейший апокалипсис. На дворе 23 марта, а зима почему-то не уходит и не уходит. А я сижу здесь и снимаю для вас видос, так что лайк за стороны, а? И как вы догадались, сегодня будет очередное видео про крутые фильмы, и я знаю, что вы ждёте эти видосы, и они вам заходят. Поэтому перед началом обязательно поставь палец вверх под эти видео, не забудь подписаться на мой канал, если ты до сих пор этого ещё не делал. Также делись в комментариях крутыми фильмами, это правда очень важно, как для меня, так и для остальных ребят. И давайте начинать! Причина всех катастроф на планете — перенаселённость. Но сегодня мы с гордостью представляем вам решение этой серьёзной проблемы. Вы готовы, доктор? Да, я готов. Планета перенаселена, и человечество находит решение этой проблемы в уменьшении человека в много раз. Таким способом можно уменьшить потребление и расходы. И Пол Сафранок, обычный гражданин, вместе со своей женой решают уменьшиться. Но так выходит, что к тому моменту, когда Пол уже уменьшился, жена понимает, что она не готова на это пойти, и он остаётся один. И вот то, как он остался жить, один в уменьшенном городе, нам показывает фильм. На самом деле здесь показана очень интересная интерпретация нашего недалёкого, а может быть и далёкого будущего. И на самом деле фильм очень интересный и прикольный. Комедия «Доброе утро» рассказывает нам о старательной Бекке, которая работает продюсером, и её увольняют с работы. Личная жизнь идёт под откос. И она устраивается на работу в утреннюю шоу-программу, которая совсем не популярная и, скажем так, низший сорт. И она пытается вывести это телешоу на новый уровень и поднять его из низов. Фильм от автора сценария «Дьявол носит Прада» и режиссёра «Ноттенхилла». Тоже два прекраснейших фильма. Фильм простой, лёгкий, рассказывает нам о закулисных трясках в мире телевидения и смотрится достаточно легко и весело. И последующие четыре фильма являются друг другом типа. Мы с вами об этом говорили в позапрошлой подборке фильмов, поэтому я надеюсь, вы меня поняли. И все они такие, знаете, вкусные и очень-очень душевные. А первый фильм – это «Моя пекарня в Бруклине». Твою родные сёстры с детского сада поддерживают очень тёплые дружеские взаимоотношения, которым грозит провал. Недавно умершая постарелая тётушка оставляет племянницам в наследство небольшую пекарню, находящуюся в Бруклине. Вступившие в наследство близкие родственницы становятся непредвиденно непримиримыми конкурентками, имеющими совершенно разные взгляды на развитие дальнейшего семейного бизнеса, которому грозит банкротство, ведь тётушка заложала большую сумму денег в банку. Фильм очень лёгкий, тёплый, уютный. Это прекрасная комедия, которую я вам очень сильно рекомендую. «Почему вы каждую неделю ко мне ходите?» «Босс сказала, что уволит меня, если я не пройду курс у психолога». «Как вы думаете, почему она считает, что вам нужно лечение?» «Так достаточно сырое». «Вы что, спятили?» «Понятия не имею». Вкус жизни. Молодая женщина Кейт Армстронг работает шеф-поваром в одном из самых популярных ресторанов города. Она ответственная, энергичная и прямолинейная, особо закрытая для общения, ведь она живёт своей работой, от которой просто без ума. Внезапная трагедия, произошедшая в семье Кейт, заставляет её иначе взглянуть на жизнь и окружающий её мир, а также внести большие изменения в привычный уклад своего существования. После гибели родной сестры Кейт становится опекундией племянницы Зои. Однако она совершенно не знает, как обращаться с ребёнком, как утешить девочку или поддержать после такого горя. А ещё и в ресторан пригласили работать ещё одного известного повара, который ей совершенно не нравится. Фильм очень интересный, душевный, заставляет задуматься, и я вам определённо его рекомендую. «Шоколад». Просто восхитительный фильм. Он получил пять номинаций на премию «Оскар», а также там в главной роли Джонни Депп. Во французской провинции есть маленький город, жители которого живут тихо и спокойной жизнью, следуя своим правилам. Так, каждый житель воскресенья обязан посетить церковь, а отсутствие расценивается как бестактность. Но однажды в городе поселились новые жители в виде молодой женщины по имени Виен и её дочери Анук. Вскоре Виен открывает магазин, в котором продают очень вкусный шоколад. Она следует только своим убеждениям, несмотря на Амэра, который запрещает ей продавать шоколад во время поста. Попробовав однажды, люди снова и снова возвращались в магазинчик за лакомством, ведь секрет был прост. Виен угадывала чужие желания, пока однажды появившийся в городе красавец-мужчина Ру не угадал её собственное. Фильм просто шикарный, я вам его безумно рекомендую. Он очень вкусный, классный, ну и Джонни Депп, конечно. Приготовлена с любовью. Кстати, фильм свежий, 2018 года, и он нам рассказывает отруль до любивой оптимистки Келли, которая работает продюсером на популярном телевизионном канале. Она просто неугомонный трудоголик, и у неё совершенно нет времени на личную жизнь. И в данный момент она работает над разработкой программы «Маленький гурман». И после тяжёлой подготовки, прямо перед началом съёмок, ведущая тяжело заболевает и не может больше вести эту передачу. В качестве временной замены она берёт на работу молодого кулинара Харриса, который прославился своим несностным характером и вспыльчивостью. И он постоянно ведёт себя с какой-то претензией критика и, в общем, всякими способами раздражает её. Также он владеет своим рестораном. Фильм очень простой, интересный, весёлый. И это отличное решение на один вечер, и, возможно, через какое-то время я его даже пересмотрю. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Не забудь поделиться каким-нибудь крутым фильмом в комментариях. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Сияйте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok